Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова здесь со мной, а я очень рад, что мне по-прежнему, несмотря на все очень сложные условия, в которых сейчас находимся, не только я, все равно мне удается к вам выходить, пока еще. Но, как говорится, теперь же не знаешь каждый раз, будет завтра выпуск или не будет, это не от меня зависит, сами понимаете, со светом проблемы, с интернетом проблемы, вообще веселуха, за последних несколько дней какой-то трэш происходит. Наверное, многие заметили, что в пятницу выпуск вышел очень поздно, да, очень-очень поздно. Почему? Потому что я делал пост за несколько часов до этого, что, к сожалению, из-за того, что интернета нет, света не было, не могли его просто загрузить. Вы знаете, как обидно, когда сам выпуск готов, а ты не можешь его тупо загрузить на YouTube, потому что нет интернета через мобильный, просто невозможно было это сделать, никак не, ну в общем. Там такими способами, но такими путями, так все это сложно было. Но в итоге этот ролик появился на канале, но это трэш, конечно, если такое будет каждый день, то я к такому не готов. Но знаете, с каждым днем все веселее, в кавычках и веселее. Но несмотря ни на что, все равно продолжаем радоваться, да, жить, держаться и продолжать заниматься своим делом. Даже вот в таких вот не совсем, мягко говоря, комфортных условиях. Мне кто-то написал по поводу света, Женя, что ты утрируешь. Ну там просто попросили какие-то приборы дополнительные выключить. Думаю, какие приборы. Я шел домой в пятницу, друзья, вот в тот день, когда этот выпуск невозможно было загрузить, было где-то половина восьмого вечера. В домах света нет, на улице света нет. Ты идешь просто во тьме. Вот вообще ничего не видишь. И даже страшно не то, что кто-то сейчас может вылететь с какой-то стороны тебе, понимаете, вырубить, забрать телефон или еще что-то. А я больше боялся того, что я сейчас куда-то ногой ступну, не туда и сломаю себе ноги или еще что-то. Ну в общем, до дома-то я дошел спокойно, а вот заходя уже в дом, я себе разбил губы. В общем, без травм не обошлось. У меня же, когда в подъезд заходишь, одна дверь. Еще, оказывается, вторая есть. Я на нее никогда не обращал внимания, потому что она всегда была открыта. Она всегда была открыта, ну что, знаете, две двери никогда не трогали. А сейчас, видимо, из-за того, что стало холодно, и они стали закрывать вторую дверь. А она стеклянная. Поняли? Она стеклянная. То есть это не то, что там обычная дверь, которую сложно заметить даже в темноте. Она просто стеклянная, и света нет. Я открываю первую дверь, захожу в подъезд с уверенностью и лицом вписываюсь в эту дверь. И понимаю сразу же, вот в первые же секунды, что у меня во рту кровь. И я думаю, боже, мои зубы на месте вообще. Слава богу, зубы на месте. Но губа у меня, конечно, верхняя стрёмная стала. Зато такой, знаете, экспресс-курс, как быстро увеличить себе губы, как у Сатланы Лободы. Просто лицом в дверь, и ваши губы будут ещё больше. Да, всё это, конечно, смешно. То есть вы понимаете, да, какой ценой мне достаются ролики. В прямом смысле слова, что, господи, тут уже живым бы остаться, пока дойдёшь. Трэш, конечно. Трэш, не знаю. Вот эта ситуация, это, знаете, я вот улыбаюсь, это не обращайте внимания, это истерическое. Я сегодня проснулся, из-за того, что постоянно свет туда-сюда отключают-включают, да, бывает, они как выключат, и нет полдня света, а бывает, резко могут включить-выключить. Вот эти перепады, короче, микроволновка моя сказала мне, всё, пока. Я думаю, так, что дальше осталось, чтобы холодильник накрылся, вообще будет весело. Я вообще не ожидал, что микроволновки такие дорогие, слушайте, я зашёл в интернет, думаю, ладно, сейчас, короче, быстренько куплю сейчас по дешёвке. А-а-а, посмотрел на цены. Именно по дешёвке, мне кажется, сейчас уже по дешёвке ничего не найдёшь. Короче, что не день, что веселуха, но есть что-то и хорошее. Я себе купил фонарик, понимаете, свечи найти нигде не могу, потому что, видимо, их все раскупили, кстати. Вот это я тупанул, конечно. Надо было реально заказывать откуда-то, ну, найти какого-то поставщика свечей, фонариков. Я мог бы сейчас обогатиться, на этом заработать, потому что, вы не поверите, но цены на фонарики взлетели. Это просто кошмар. Я когда подошёл, увидел цену на фонарик, на самый маленький, дешёвый, я говорю, вы что, обалдели, что ли, совсем? Почему он так дорого стоит? Фонарики уже по цене, понимаете, микроволновки скоро будут или телевизора. Короче, то, что в тренде, что называется сегодня, то и в цене сразу поднимается. Но, видите, я всё равно улыбаюсь, разбитой губой записываю вам выпуск, а губой я нормально так разбил. Слава богу, что у меня зубы, я же говорю, я так испугался, думал, у меня сейчас передних зубов не будет. Слава богу, они остались. Короче, день это дня не легче, микроволновка, всё. Да, ну, придётся покупать, потому что, не знаю, пойду поищу какую-то по магазинам дешёвую самую, такую, знаете, чтобы чисто разогревать и всё. Я её больше для другого не использую. Ничего, прорвёмся. Не знаю, что там ещё впереди нас ждёт весёлого, но чувство будет очень. Знаете, сейчас вот ощущение такое, как будто, как бы это странно сейчас не звучало. Это такой, знаете, чёрный юмор, но ощущаю себя каким-то участником из шоу «Последний герой» или «Остаться в живых», честное слово. Но зато я купил себе фонарик, теперь у меня свет есть, я теперь спокойно могу идти по улице или по подъезду, когда нет света. У меня же ещё 18 этаж, помните, да, пешком ходить. Ничего, здоровее буду, кардио себе подниму, как это, сделай лучше. Короче, прорвёмся. Но если вдруг выпуска не будет там в 7 часов 8 вечера, я предупреждаю ещё раз, это не я, это интернет, это свет, потому что я не знаю, когда его там в следующий раз отключат, не отключат. Тут просыпаешься, не знаешь, есть свет, такой сразу бежит в ванну, быстро там умываться, мыться, пока вода, потому что у меня же если нет света, нет воды, понимаете? Поэтому если всего нет, я не смогу ни умыться, ни помыться, ни подмыться, ничего не сделать. Но всё это ерунда на самом деле, самое главное, чтобы все были здоровыми, живыми, сытыми и со здоровой психикой. Хотя, наверное, сегодня это маловероятно, но, по крайней мере, старайтесь как-то что-то делать хорошее, не знаю, смотреть позитивное, чтобы окончательно её не разбить уже, а, так сказать, уберечь, уберегайте себя. Купайте фонарики и будет вам счастье. Может быть, кто-то свечи уже все раскупил, я не знаю. Кстати, я не думал никогда в жизни, что такая проблема будет найти свечи. Ну да ладно, теперь у меня есть фонарик, так что всё нормально, прорвёмся. Главное, чтобы был хотя бы иногда интернет и свет, чтобы я мог для вас записывать ролики. А я напоминаю для тех, кто присоединился только недавно сюда. Если вы вдруг не хотите слушать моё вступление, мою болтовню, здесь есть тайм-коды, поэтому пользуйтесь ими и будет вам счастье. Переходите сразу к новостям. Да. Вот такое у меня было сегодня вступление. Несмотря ни на что, хочу всем пожелать, чтобы эта неделя всем принесла только хорошие эмоции, новости. Как бы сложно ни было, я понимаю, особенно нам в Украине. Ой, да, мы тут, конечно. Но ничего, мы всё равно сильные, мы со всем справимся. У нас другого выбора нет, понимаете? Вот нет другого у нас варианта. Мы не рассматриваем его вообще. Света нет, отопления нет. Плевать, мы выживем. Мы всё равно выживем. Так что, друзья, имейте в виду, что я тут работаю в таких полевых условиях, и это не просто слова, это реальность, это правда. Когда у тебя то интернета, то света нет, ещё при этом я умудряюсь всё равно записывать, да, всё равно ролики выходят. Цените это, пожалуйста. На этом моё вступление сегодня всё. Я всем желаю прекрасной недели впереди. Крепкого здоровья, чтобы никто не болел. И не отчаивайтесь, и не расстраивайтесь, как бы ни было сложно. Напомните, что даже если что-то вам кажется невозможным, что это тупик, это только вам кажется. Всё равно всё можно решить. Как видите, с разбитой губой, с отсутствием интернета и света, который периодически отсутствует. Всё равно, видите, я выхожу к вам в эфир, работаю, поэтому всё окей. Немного, может, притормаживаю. Ну, то такое уже, то неважно. Всё, переходим к новостям. Всем прекрасного настроения. Надеюсь, мне удалось вам немножко его приподнять, отвлечь вас от всего ужаса, который происходит сегодня. Ну, а теперь переходим к новостям. Погнали. Чулпан Хаматова дала очередное интервью, в котором рассказывала, ну, по сути, всё то же самое. И также она ещё раз делала акцент на том, что из-за того, что она уехала в вынужденную эмиграцию, конечно, всё в жизни поменялось. И она была настолько в отчаянии, что даже рассматривала варианты обычных профессий. Вот она даже говорит, что я была готова на всё стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Но, слава богу, что она вышла. Я всё-таки считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если у неё прекрасно получается играть в театре и в кино, то пусть продолжает это делать. Конечно, я понимаю, что всякое в жизни бывает. Сегодня я тоже тут вам вещаю своим Роттердамом в микрофон, а завтра не знаешь, что будет. Поэтому, если придётся, пойду доставлять еду. Главное, чтобы еда была. Мы народ не горды. Бывший главный редактор Эль и стилист Екатерина Мухина рассказала о работе с Людмилой Горченко и Светланой Лободой. И вот, что она говорит по поводу Лободы. Со Светой Лободой у нас была такая ситуация. Мне дают кредит доверия и в 90% случаев идут навстречу. Но такие бренды, как Шанель, Диор и Прада, должны всё согласовывать с французским и итальянским офисом. Они изучают профайл звезды, смотрят, не было ли скандалов. Это долгий процесс. Так что, с Светланой Лободой всё было очень сложно. А вот, что по поводу Горченко. А с Горченко было просто невыносимо и очень сложно работать. Вспомнила одну съёмку с Людмилой Горченко. Она меня всю съёмку унижала так, она в принципе не скрывала, что не любила женщин. Она мне говорила, эй ты, где ты, девочка с брошками. Когда я в работе, я готова стерпеть всё. Мне нужен результат. Поэтому молчу и улыбаюсь и работаю. В общем, Екатерина Мухина сказала, что с Людмилой Горченко было очень сложно. Но я думаю, что это ни для кого не новость. Все знают, что Людмила Горченко была талантливой актрисой, безусловно. Но характер у неё был ещё тот. Ой, вдруг неожиданно Даню Милохина начали мочить, травить свои же. Во-первых, высказался Никита Михалков. Он сказал, что он вообще разнёс в пух и в перья Даню Милохина. Говорит, совершенно естественным становится, например, что на каналах у Миления вызывает овощ безграмотный Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь по телевидению он в конкурсах журит, судит и так далее. В общем, по словам Михалкова, Даня Милохин – овощ. А вот Анна Шафран назвала Даню Милохина деградантом и политтехнически сфабрикованной куклой. Вот так вот, поняли? То есть она сказала прямо, что кто-то за ним стоит. Откуда он взялся, непонятно, но это точно не просто так. В общем, я всё понял. А чё нельзя сказать прямо, да? Но вы же всё знаете, кто там за ним стоит, кто его сфабриковал и всё такое прочее. В общем, называется «Переключились от Пугачёвой и Тюлпан Хаматовой к Даню Милохину». Ну что ж, такое время сейчас. А сейчас вы заметили вообще, что происходит в шоу-бизнесе? Все как в пинг-понг играем друг на друга все. Ты такой, ты такая, ты такой. Одни предатели, одни какие-то все упоротые, все странные. Каждым днём веселее и веселее. Сергей Лазарев поздравил своего друга Малиновского с выходом трека. А вот название, конечно, меня очень повеселило. Называется «Мой бог. Зачем так больно?» Вот здесь я прям призадумался. О чём идёт речь? Зачем так больно? Что? Ладно, не будем. О плохом, о весёлом комментируем, а мы двигаемся дальше. Канни Уэст нанял защитить свои интересы адвоката Камилу Васкес, которая помогала Джонни Деппу выиграть дело о клевете против Эмбер Хёрд. Помните? Эта дама будет, среди прочего, вести юридическое сопровождение бизнес-коллаборации Канни Уэста. Бизнес Канни уже пострадал после того, как он представил на неделе моды в Париже те самые футболки с надписью «White Lives Matter» и позволил себе ряд некорректных высказываний в соцсетях, включая антисемистские. Так вот, после этого у него начались проблемы, все бренды от него отказываться, прекращать сотрудничать и так далее. Также с ним и дом Балансьяга прекратил сотрудничество и журнал «Вог». Все у него сейчас идет не очень хорошо, как и у многих. У Балансьяга больше нет никаких отношений, никаких планов на будущее и проекты связаны с этим артистом. Так ответили представители компании. Также и Гуч. Ну, в общем, все от него отказались, и теперь он решил пойти в суд с адвокатом Джонни Деппом, так сказать, вернуть все себе, вернуть свой бизнес, восстановить репутацию. Ну, посмотрим, насколько у него это получится. Потому что в истории с Джонни Деппом и Эмбер Хёрд там было все понятно и очевидно, здесь как бы Кани Уэст немножко называется «заигрался со своими провокациями и хайпом». Это чисто мое мнение, комментируйте, а мы двигаемся дальше. Леся Никитюк рассказала о своем новом проекте, направленном на помощь украинцам. На своей странице в Инстаграм она рассказала, над чем сейчас она работает. И вот что она написала. В течение последнего месяца мой кардинальный центр активно рос и расширял свою работу. Благодаря неравнодушным украинцам мы запустили новый проект поддержки семьи со статусом ВПО. Пока еще немного рано подводить какие-то итоги, однако трудно переоценить масштаб помощи, которую оказывают наши доноры. Также она предложила поклонникам и всем неравнодушным присоединиться к ее команде. Приглашаю вас присоединиться к этой инициативе. Напишите нам телеграм-каналы, ссылка в био. Расскажем о работе проекта, подскажем, как присоединиться и чем помочь. Пока ВСУ держит фронт, мы с вами должны придержать для нас тыл. Так что, друзья, переходите на страницу Леси Никитюк. Если у вас есть желание, возможность, участвуйте и помогайте. Вернемся к Дамеру, тому самому психопату, о котором сейчас много говорят и пишут. Лайонель Дамер, это отец того самого серийного убийцы Джеффри Дамера, обвинил создателей сериала и документального фильма о сыне в героизации его преступлений. Дамер-старший, проживающий в сельской местности штата Огайо, выразил обеспокоенность тем, что после выхода в сентябре сериала Netflix Monster. История Джеффри Дамера, популярность его покойного сына начала расти. Например, узнаваемый образ этого маньяка в тюремной робе и больших очках стал востребованным костюмом на Хэллоуин. Кроме того, отец Дамера крайне взволнован тем, что поклонники... Ребят, вообще вдумайтесь в это. Вы слышите, что тут происходит? Поклонники. Безумный мир. Я вам говорю, крыша уезжает. Так вот, поклонники его сына начали проникать на придомовую территорию. Помощник пожилого мужчины заявил, что ему пришлось купить оружие, так как число незваных гостей в последнее время значительно выросло. Отец Джеффри Дамера также остался недоволен тем, что Netflix, не посоветовавшись с ним, использовал записи допросов и бесед его сына с юристами для документального фильма, вышедшего одновременно с сериалом. В данный момент мужчина консультируется с адвокатом и рассматривает возможность подачи иска против съемочной группы сериала и стримингового сервиса. Вот так вот. Пока нашлась непонятная группа неадекватных людей, по-другому простите, я их назвать не могу. Ну, поклонники Дамера, костюмы на Хэллоуин. Ну, это трэш, ребят, ну это ужас. Одно дело показать фильм, да, для того, чтобы как-то люди сделали какие-то выводы для себя и не были такими легкомысленными и доверчивыми, да, потому что вокруг много психопатов, к сожалению, в этом мире есть. Но во что это все превратилось? Теперь костюмы будут с ним продаваться на Хэллоуин, еще и у него поклонники и фан-клуб образовался. Вы только вдумайтесь в это. У человека, который убивал людей, это трэш. Теперь я, кажется, понимаю, как нужно обрести популярность. А я тут сижу, понимаете, спокойно вещаю со своей вот этой добротой, эмпатией. Вот, нужно просто пойти, не знаю, орать, унижать кого-то или вообще дальше пойти, господи. И тогда ты сразу станешь звездой. Ну нет, спасибо, я такое не хочу. Как говорится, он, тише едешь, дальше будешь. Джастин Тимберлейк и Джессика Билл празднуют десятую годовщину своего брака. В честь этой знаменательной даты Джастин поделился в инстаграм каруселью снимков из альбома «Сексибэк», на которых изображены старые фотографии пары с разных времен и мест на протяжении всего периода их отношений. «Десять лет недостаточно. Ты делаешь меня лучшим мужем и отцом с каждым днем. Я так сильно тебя люблю. Ты прекрасный человек. Отмотай назад». Его супруга также призналась ему в любви. В общем, для тех, кто, может, не знал, поженились они в 2012 году в Италии в Фазану. У них двое сыновей. Семилетний Сайлос Рэндалл и двухлетний Финьянс. Ох, именно, какие интересные. «Десять лет». Всего-то десять. Я думала, не дольше, на самом деле. Ну, как говорится, пусть еще потом, через десять лет снова выйдут на связь. И также друг друга поздравляют. Горячо и любя. Я пока был в выходной, у Оли Поляковой сначала, значит, заблокировали аккаунт в Инстаграм. В очередной раз, это не в первый раз. И она уже успела за это время его вернуть. И вот что она написала. «Прекрасная новость, неожиданная, если честно. Когда в последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения. А сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе. Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, Зюськи вам». В общем, Инстаграм Оли Поляковой заблокировали из-за того, что она там постит все то, что происходит в Украине. А Инстаграм это не любит. Вообще, Инстаграм удивительный. Я уже недавно тут говорил. Я пытался запостить пост про котика, который, мол, нужен дом. Это просто котик. Это вообще как бы, да, это не политик, это не война. Инстаграм мне отклонил, заблокировал, написал предупреждение, что если я еще раз нарушу правила, Меня вообще снесут Инстаграм. Я думаю, вы что, вообще ударились там. Я постчу пост о том, что котику нужна помощь. А Инстаграм мне говорит, что я нарушаю правила. Вот объясните мне, куда мы катимся? Эскорт услуги в Инстаграме в открытую, пожалуйста. А помощь животным уже оказывается нарушением правил. А что же говорит про войну? Инстаграм. У вас явно там что-то не в порядке с алгоритмами или кто это все делает, я не знаю. Телеведущая Каролина Ашион рассказала о том, что очень мечтала иметь детей, но, увы, к сожалению, этого не случилось. Сейчас ей 47 лет, и она считает, что очень затянуло время. Биологические часы у любой женщины есть, и к ним нужно прислушиваться. Если бы можно было вернуть к отметке 30-35 лет, это начало моих отношений с Дмитрием, то я бы сейчас все переиграла. Я очень мечтала, что у нас будет очень красивый ребенок. Это был первый мужчина в моей жизни, от которого я очень хотела иметь ребенка. Я очень затянула время. Теперь уже мне нужно воспринимать себя в этом мире немножко многоточи. Но не так, как я мечтала, потому что я хотела иметь ребенка. У меня даже на заставке сейчас на телефоне есть девочка, которую я представляла. Это она. И мне всегда хотелось, короче говоря, это очень болезненная тема. Я не знаю, может быть, эта девочка на заставке моего телефона так и останется на всю жизнь моей мечтой. Говорят, что дети выбирают своих родителей. Эта теория мне нравится. Или мой ребенок еще меня не выбрал. Или просто мне не суждено стать мамой. Она делала процедуру ЭКО несколько раз, но, увы, чуда не произошло. В общем, она очень сожалеет, что в свое время, в погоне за карьерой, все боятся оставить свою карьеру. Потому что, если ты вдруг уйдешь в декрет, тебя тут же заменят и все это закончится. А потом еще, знаете, вот этот синдром отложенной жизни. У меня, кстати, тоже я этим страдал периодически. Иногда страдаю. Ругаю, борюсь с собой, да, потому что этого не нужно делать. Нужно жить сегодня и сейчас, особенно в условиях сегодняшнего времени войны. Ничего не откладывайте. Складывайте. 47 лет. Ну, слушайте, я знаю, что сегодня он... А кто? Подождите у нас. Ольга Орлова. Ей же тоже где-то так. Или 40... Ну, 45-44. Она же вроде беременна. Поэтому, если очень сильно хотеть, все может произойти. Ну, а насчет того, чтобы взять ребенка из приюта, она об этом не задумывалась. Ну, давайте пожелаем ей, чтобы все было у нее так, как она того хочет. Позитив впервые после развода рассказал о своих новых отношениях. И вот что он сказал. У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить. Отношения зародились давно, еще до начала войны. Кто именно стал избранницей, он не хочет говорить. Но сказал, что она также работает в сфере шоу-бизнеса. А кем, непонятно. В общем, он признался, что прежде чем между ними что-то там зародилось, у них была долгое время дружба. Вот так. Так что у позитива кто-то есть. Человек из шоу-бизнеса. Но не уточняется пока что кто. Может, у кого-то есть какая-то информация. Поделитесь. Умер владелец Red Bull Дмитрих Матещиц. Ему было 78 лет. Австрийский миллиардер придумал знаменитый энергетик в 40 лет и заработал на этом целое состояние. В последнее время у него были проблемы со здоровьем. Он почти не появлялся на публике. Но я думаю, что Red Bull точно знают всем. Кстати, вы любите его? Пьете? Я, честно говоря, не люблю вот эти все энергетики. Как-то я им не доверяю. Но это чисто мое. Шакира показала в новом клипе, который не так давно у нее вышел, в какой ад превратил ее жизнь изменщик Жерар Пикен. Вырвал из груди сердце и растоптал его в прямом смысле слова. Такого клипа откровенного я еще никогда не видел у Шакиры. В общем, ты бросил меня из-за своего нарциссизма, ты не дал мне и половины того, что я дала тебе. Вот так поет в песне Шакира. В общем, песня посвящена бывшему. Ну и что вы, как говорится, знаете о месте? Жерару Пике, видимо, совсем скоро придется надеть майку с именем своей уже бывшей гражданской жены. Она заключает контракт со Spotify, согласно которому имена музыкантов наносятся на форум у футболистов футбольного клуба Барселона. Они уже выходили на поле слога Дрейка. Теперь они выйдут с лога Шакиры. Как говорится, Шакира, да, она решила своего бывшего муженька, так сказать, добить окончательно. Вернемся к истории Анны Большовой и ДТП тому самому смертельному. Во-первых, тут появилась информация, что за Анной Большовой числится 100 штрафов. В 2013 году она купила машину Аудио Q3 и за это время нарушила ПДД сотню раз и все штрафы оплатила. Она уже попадала в аварию. В 2017 году она выехала в стоявшую машину. В общем, это не первое ее ДТП, но я думаю, у кого этих ДТП не было, к сожалению. Никий адвокат рассказал, что может грозить Анне Большовой. Его цитата «Деяние рассматривается как повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание подразумевается в виде принудительных работ до 4 лет с лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью до 3 лет или лишение свободы до 5 лет». Ну это так говорит адвокат, но я думаю, что ничего этого не будет. У женщины, которую сбила Анна Большова, обнаружили в крови 4 промилле алкоголя. В общем, это очень много. Она была хорошо пьяная, поэтому так все, к сожалению, произошло. Но я думаю, что у Анны Большовой точно не будет никаких проблем. Я так почему-то думаю. Но в любом случае время покажет. Российские власти проверяют Веру Брежневу на экстремизм. Песню, которую Вера Брежнева не так давно представила вместе с Таяной, вышиванка. Что-то там нашли экстремистского. Ну и теперь решили заняться Верой Брежневой. У меня уже нет слов, честно. Но понятное дело, что Вера Брежнева посмела открыть рот, поэтому, естественно, ее будут сейчас поливать всем, чем только можно. Но я думаю, что адекватные люди все сами понимают. Мне не нужно иногда вот настолько все детально разжевывать и объяснять. Вы же понимаете, да, тот, кто поддерживает власть, они молодцы, они очень крутые. Им будут вручать звание, как, например, этой невменяемой Чечериной. Недавно там что-то присвоили, какое-то звание заслуженное, народное, неважно. Это все не имеет никакого значения, потому что она просто творит ужас и кошмар и хлопает в ладоши, да. А те, кто посмели открыть свои рты, естественно, их отовсюду убирают. Их не просто убирают, их уничтожают. Даже несмотря на то, что они уехали, их все равно, получается, продолжают дальше травить и поливать непонятно чем. С тем же Акуниным его тоже сейчас там все отовсюду убирают. Его имя просто выковыривают, как будто его никогда не существовало. Потому что тоже вы поняли, что человек посмел высказаться против войны. Сегодня все, кто против войны, будут наказаны, уничтожены и стерты с лица истории, да, отовсюду. А те, кто это все поддерживает, им будут вручать звание. Ну вот и скажите мне, вы считаете, что это адекватно? Вы правда считаете, что это нормально? Куда мы вообще катимся? Что сегодня поощряют и награждают тех, кто поддерживает смерть и убийство? Объясните мне, куда мы катимся? Вы правда еще в это верите? Вы правда это все еще поддерживаете? Нет, я знаю, что на этом канале большинство людей, слава богу, все прекрасно понимают. Но находятся те люди, которые то ли случайно сюда приходят, которые иногда такое пишут. Вы немножечко просто глазки свои промойте и наконец-то уши там протрите и поймите, что вообще происходит. Ладно, вернемся к новостям. Андрей Данилко в Варшаве вышел на сцену не в образе Верки Сердючки, а просто вот в образе, точнее без образа. Андрей Данилко в последнее время часто, кстати, выходит. Он уже в своем привычном естественном образе, правда еще с маской на подбородке. Благотворительный тур Сердючки по городам Польши уже завершился. 21 октября феерическим концертом в Варшаве, который открыла певица Роксолана. Вишенкой на торте стала финальная песня Dancing Lasha Tombaia. Ее Сердючка вместе с бэндом исполнила без сценических костюмов. Вот, собственно, можете посмотреть. Кто там в Польше? Кто был на концерте Сердючки? Пишите свои комментарии. Анжелина Джоли сыграет Марию Калас, одну из величайших оперных певиц 20 века, к концу карьеры потерявший голос и последние годы жизни практически не покидавшей своей парижской квартиры. За постановку фильма отвечает Пабло Лороин, снявший фильм Джеки и Спенсер. О сценарии напишет Стивен Найт, автор Спенсер и Острых Козырьков. Так что Анжелина Джоли скоро перевоплотится в Марию Калас. Я думаю, это будет очень интересно. HBO просто рвет и мечет в бешенстве. Финальный эпизод самого успешного за последнее время сериала Дома Дракона кто-то слил в сеть за два дня до премьеры. Представляете? Ну кто это мог сделать? Естественно, люди, которые к этому имеют какое-то отношение. До сих пор каким-то чудом удавалось держать оборону. Ну вот видите, кто-то это сделал. Кстати, кто-то может уже посмотрел, я не знаю. Но я вот жду, жду. Но я так понимаю, что это только первый сезон и будет продолжение. Потому что я посмотрел крайнюю серию, которая пока что последняя. И там в принципе понятно, что будет продолжение. Ну кстати, Дом Дракона мне понравился сериал. Честно скажу, намного больше, чем Игра Престолов. Это чисто мое такое мнение. Не знаю, как у вас. Пишите свои комментарии. Ну и ждем последнюю серию, чем это все закончится. Легендарному в Австралии календарю пожарных в 2023 году исполняется 30 лет. И фотографии этого года вот, собственно, на следующий год. Давайте, дамы, вас немного порадую красивыми фотографиями от пожарных из Австралии и милых животных. А мне вот, кстати, хочется задать вопрос. А давайте признайтесь честно, когда вы смотрите на эти фотографии, а вы вообще замечаете животных? Или вы просто смотрите на красивых мужиков? Ну красивые, здоровые, слушайте, я не знаю прям, откуда они там такие все берутся. Парень потратил 120 тысяч долларов на пластику, чтобы стать двойником Бритни Спирс. По словам парня, прекращать свою трансформацию он не собирается. Себя он считает чем-то вроде произведения искусства, которое может бесконечно приближаться к совершенству. Фанат признался, что влюбился в Бритни. Ее творчество после выхода «Ups, I did it again». Она всегда будет вершиной красоты в моих глазах. И я всегда буду стремиться к такой красоте, как у нее. Вот настолько доходит фанатизм у некоторых людей, что они даже перевоплощаются в их образ. Инна Чурикова впервые после госпитализации вышла на связь. И вот что она говорит. Как только организм скажет подъем, я буду играть. В общем, настрой у Инны Чуриковой хороший. И это замечательно. Давайте пожелаем ей здоровья. На Регину Тодоренко подают в суд. Дарина Мишина решила подать встречный иск в суд на Регину Тодоренко. Дарина Мишина – это писательница. Если вдруг кто не знает, она требует выплату вознаграждения по договору авторского заказа, а пока она напечатала книгу. И вот что она наговорит. Я напечатала книгу и записала аудиоспектакль, чтобы собрать доказательную базу для суда. Несмотря на отсутствие договора в письменном виде, он фактически исполнялся, что было подтверждено у нотариуса. Если второй иск не получится выиграть, планирую книгу издавать соинвесторам, так как предложения поступали и поступают. Напомню, что ранее Тодоренко предъявила иск к Мишиной о защите чести, достоинства и деловой репутации на 8 миллионов. И тут прям анекдот, хочется смеяться после каждого слова. Честь, достоинство, деловая репутация. Регина, это все вообще не про тебя. Ты все это слила, слила, прости, давным-давно в унитаз. Так что забудь, эти слова вообще не к тебе не относятся. О, Асти тут выпустила очередную песню. Ее раскритиковали ее же поклонники. Они стали ее обвинять в том, что это не я. А я, кстати, всегда так считал, мне никто не верил. А вот сейчас наконец-то люди стали прозревать и услышали такие. Все-таки начали разбираться немножко, да? В общем, они ее обвиняют в том, что у нее все песни одинаковые. Когда я слушал песни Асти, и да, когда она еще была Артика Асти, я просто Асти, я не слышал различия. Я говорил, у меня ощущение, что играет одна и та же песня. Просто там какие-то слова чуть-чуть меняются, а музыка вообще я не вижу. Ну, если это музыкой можно назвать вообще. Ну, это чисто мое. И ее же поклонники разнесли Асти и обвинили в том, что она ничего не создает уникального, все одно и то же. Комментируйте, согласны вы с этим или нет. Бывший муж Пелагеи требует через суд уменьшения алиментов. Пелагея и Иван были женаты 3 года. В суде она одержала победу по делу о компенсации за совместную жизнь. Телегин вновь обратился в суд, потребовал уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает на дочь Таисию. Причина его обращения в суд не уточняется вот так вот. Это очень все странно и непонятно. В моей голове это все не укладывается. Мария Погребняк высмеяла Веру Брежневу. Она раскритиковала ее после исполнения трека Вышиванка на украинском языке. И вот ее комментарий. Как легко Вера Брежнева переобулась. Раньше слышать не хотела, что является украинской певицей. А сейчас с листа на мове петь пытается. Ну, вы поняли, да? Теперь переключились на Веру Брежневу. Пока там немножко Ани Лорак, так сказать, разделяет удар вместе с Верой Брежневой. Ничего удивительного. Дисней построил дом Винни-Пуха для посуточного съема. Эшдаунский лес был прототипом чудесного леса из произведения Алана Милана. Уютную локацию создали в честь празднования 95-го дня рождения героя. Он уже доступен для аренды на сайте Airbnb. В спальной зоне одна большая и две односпальные кровати. В гостиной диван и небольшая кухня. В буфете стоят горшочки с медом. Во время заезда гостям предлагают экскурсию по лесу и дегустацию местных блюд. Хозяин дома – аниматор Ким Реймонд. Он рисовал Винни-Пуха более 30 лет и придумал этот дом. Так что, друзья, я думаю, это все будет стоить недешево. У вас есть замечательная возможность пожить в доме Винни-Пуха. Юлия Меньшова продолжает удивлять. Не в лучшем образе. Честно, она добралась уже до Познера. Я не знаю, что с ней происходит. В общем, она раскритиковала Познера как интервьера, так сказать, своего коллега. И по этому поводу высказался Стас Садальский. И вот что он говорит. Юлинга говорит, что манера Познера брать интервью устарела, намекая, что он в авангарде задающих вопросы. Наверное, Юлия права. Открытый рот во время интервью это выглядит эротично и навевает мысли и ассоциации. Рот открыт и как бы прошу прощения, словно готов что-то принять. Будь то язык или сами знаете что. Глядя на обожаемую дочку великой актрисы Алентовой на экране ТВ, у меня только такие мысли и возникают. А у вас? В общем, Стас Садальский продолжает мочить Юлию Меньшова. А Юлия Меньшова, честно, я вообще не понимаю. Какая тебе разница, у кого там какая методика брать интервью? Я не знаю, куда ее понесло. Но честно, это уже как-то фу. Именем Юрия Шатунова назовут сквер в Москве. Поклонники предложили назвать в честь кумира место, где неподалеку снимали клип «Розовый вечер». Это сквер на углу улицы Трубной и Малого Сергеевского переулка. Сейчас фанаты Юрия собирают подписи, а потом отправят прошение мэру Москвы. Светлана Лобода отправляется в большой концертный тур, чтобы собрать средства на восстановление Ирпеня. Это родной город Светлана Лободы, если кто-то вдруг не знает. Сегодня мая Украина воплощение силы, веры и мужества. Весь мир восхищается стойкости украинцев. И весь мир протягивает руку помощи нашей стране. Мир объединился в борьбе со злом. Кстати, друзья, когда мне тут иногда пишут комментарии по поводу того, что я тут не имею права на какие-то эмоции или еще что-то, я вам так скажу. У меня в стране война и на мою страну напали. Поэтому закрываем свои Роттердамы и я имею право на все. Я имею право на все. И скажите спасибо, что я еще веду себя максимально сдержанно и толерантно. Потому что я знаю, как другие выражают свои мысли. Поэтому, пожалуйста, перестаньте мне писать какие-то дурацкие комментарии о том, что давай будь там объективен. Не надо мне про объективность рассказывать. Ее уже давным-давно нет. Нет. Когда война, это война. Извините, по-другому уже не будет. Совет национальной безопасности и обороны Украины СНБО ввел санкции против нескольких артистов, которые молчат или поддерживают войну. В список попали Аня Лорак, Таисия Повалей, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Николай Басков, Ольга Бузова и многие другие. Санкции предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений и не только. Также подсанкционных лиц лишат государственных наград Украины и других форм отличия. В общем, все, что у Ани Лорак, Регины Тодоренко и у Таисии Повалей здесь есть, и у Седоковой, всего этого они лишатся. Абсолютно всего. И вот до чего все дошло, что даже сын Таисии Повалей прокомментировал внесение маму свою в санкционный список. Он сказал, что его маму нужно переименовать Таю Лихуту и запретить все, что она издавала после 2004 года. И он сказал, что артистка поддалась пропаганде Российской Федерации. Вот вам и пожалуйста, когда родной сын Таисии Повалей отрекся уже фактически от своей мамы. Вот до чего дошло все. Администрация Байдена рассматривает возможность проверки Илона Маска на предмет угроз национальной безопасности. Как сообщают официальные лица США, считают позицию Илона Маска в отношении всего того, что происходит, неуместной. Поэтому решили, так сказать, заняться им. Город будущего в пустыне Саудовской Аравии уже начали строить. Называться он будет The Line, ведь его главная концепция – две зеркальные высотки высотой 500 метров и длиной в 120 километров. В пустыню уже приехала специальная техника, которая раскапывает траншею для города будущего. Предварительная стоимость города – триллион долларов. Вот такое вот что-то будет. Это прямо не хочется увидеть. Тут появилась информация о гонорарах некоторых артистов. Леонид Агутин берет за свои выступления 40 тысяч евро. Руки вверх – 50 тысяч евро. Зивер – 35 тысяч. Баста – 50 тысяч. Анна Асти – 50 тысяч. Иванушки Интернешнл – 20 тысяч. Максим – 25 тысяч. Сусо Павляшвили – 20 тысяч. И самые дорогие – Полина Гагарина и Шаман по 55 тысяч. В общем, в российском шоу-бизнесе самые дорогие артисты – Полина Гагарина и Шаман. Делайте свои выводы сами, почему так происходит. Ну и, кстати, помимо того, что в Украине есть свой список, да, кого внесли. В Америке тоже, в общем, организовалась некая группа, которая сейчас вот вносят или уже внесли тоже российских артистов, которых, собственно, также под санкции. И вот среди этих людей – Дима Билан, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Евгений Петросян, Слава, Регина Тодоренко, Любовь Успенская, Анна Седокова, которая, собственно, проживает в США, я вообще не знаю, каким образом. В общем, друзья, Америка тоже решила заняться этими артистами. А как же Анна Седокова? Она же живет в Америке. Интересно за этим всем наблюдать, честно говоря. С одной стороны, с другой стороны, уже так надоело, потому что, ну, это... Сегодня нет, друзья, нет шоу-бизнеса. Сегодня есть враги и все, больше никого нет. Поэтому сегодня санкции, сегодня запреты, сегодня травли. И вот такой шоу-бизнес, к сожалению, да, потому что война идет, и во время войны ничего другого не будет, увы. Но есть что-то и хорошее. Например, победители Евровидения Калуш-оркестра выпустили с группой The Rasmus совместную композицию The Shadows of Ukraine. Вот так, друзья. Так что, может, кто-то уже слышал. Делитесь своими комментариями. Ну и вернемся к истории Бориса Моисеева, точнее его наследства. Директор Сергей Горох решил прокомментировать. После смерти Марк Столкач, брат Бориса Моисеева, как вы знаете, обвинил Сергея в смерти брата. Мол, у того, материальная заинтересованность, поскольку Моисеев оставил своему директору квартиру. Маркс требует чуть ли не дело возбудить против Гороха и намерен судиться за наследство. А вот как комментирует эту ситуацию Сергей Горох. Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду. Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще? Я в шоке от этих слов. Может быть, это возраст или голова? Ну, в общем, вы поняли. Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах к Энтони Рэпу. Суд присяжных назвал недоказанными обвинения актера Энтони Рэпа. По данным СМИ, после вердикта Спейси пошел обнимать адвоката. Секс-скандал вокруг Кевина Спейси начался еще в 2017 году. Причиной послужили обвинения Рэпа. Актер заявил, что ему было 14 лет, когда пьяный Кевин Спейси пытался соблазнить его. Сам Спейси все обвинения опроверг. Ну и вот, собственно, он выиграл этот суд. Ну и последняя новость на сегодня. Не успела главная медийная мошенница современности еще одна вдруг героиня Анна Делви, она же Анна Сорокина, которая говорил. Выйти из тюрьмы, как тут же попало на страницы New York Post. Главный аксессуар съемки – браслет-трекер на ноге для домашнего ареста, который стилисты превратили в настоящее модное украшение. Теперь, друзья, ждем коллаборации со всеми остальными домами моды. Сегодня в тренде мошенники и психопаты и убийцы и так далее. Без комментариев. Ну, чтобы немножечко всем стало легче и хорошо, у нас с вами еще есть рубрика хороших добрых новостей. А перед тем, как мы к ней перейдем, если вы все еще не спите и вы здесь, не забудьте, пожалуйста, убедиться в том, что вы поставили лайк, сердечко этому видео. И, конечно же, что вы подписаны на этот канал. Потому что подписка на этом канале приносит всем хорошим людям, только хорошим людям. Хочу на этом акцентировать внимание. Удачу и все только самое хорошее. И главное – оберег. Эта удача вас будет оберегать от всего самого плохого. Но это касается только хороших людей. Помните это. Так что подписывайтесь. Ну, а теперь врываемся в рубрику добра. Погнали. Вот этих маленьких красавцев зоозащитники спасли от живодеров. Их забрали из ужасных условий. Их незаконно держали на ферме. Совсем не кормили и обижали. Животных посадили на карантин на 4 месяца. За это время эта парочка успела стать родителями. Сейчас малыш находится под надзором врачей. И как только он окрепнет, сможет воссоединиться с мамой и с папой. Но самое главное, что они в порядке, что их вызвалили. И теперь они живут в ласке, любви и в нормальных условиях. А эта собачка, несмотря на то, что у нее парализованные задние лапки, она все равно радуется жизни. Потому что рядом с ней хороший любящий хозяин, который делает все для того, чтобы ей облегчить жизнь. И посмотрите, как она радуется коляске, с помощью которой она сможет свободно передвигаться. Вот что нужно животному, да? Просто бегать, особенно собачкам. Спасибо людям за то, что не боятся трудностей. И даже таких собачек никогда не бросают. Слон решил вспомнить детство и пошел играть на площадку. Он убежал из заповедника и проник на детскую площадку. Так сказать, окунуться в детские воспоминания. Поиграться на качельках, покататься. Ну, как говорится, почему бы и нет. Веселое видео. Самое главное, что никто в этом видео не пострадал. А слоника вернули обратно. А тут у нас уже Бабуин проник в гостиничный номер и разбудил девушек. Туристки крепко спали, когда их пробудил не звук будильника, а занимающийся своими делами в их комнате примат. Он решил не церемониться и доел остатки их ужина. Постояльцы отеля вежливо попросили Бабуина уйти, и тот спокойно вышел через балконную дверь. Конечно, он спокойно еще докушал все, а потом отправился по своими делам. Ослика бросили прошлые хозяева, и он отправился слоняться по просторам. К счастью, его заметила девушка, которой оказалась на него не все равно. Сейчас он живет с ней, она создала для него все условия. Она дала ему понять, что несмотря на то, что тебя предают, все равно нужно держать хвост стручком и не отчаиваться никогда. Потому что так и в жизни бывает, к сожалению. Нас тоже всех людей предают другие люди. Но никогда не отчаивайтесь и давайте шанс другим людям доказать вам обратное. Кошки, собаки и медведи уже научились пользоваться дверными звонками. Теперь и козлы вступили в клуб по интересам. Этот рогатый решил проверить, дома ли его хозяин. Мужчина был на работе, когда ему пришло уведомление о том, что кто-то звонит в его дверь. Мужчина запустил онлайн трансляцию и увидел вот это чудо по кличке Хэнк. Он решил просто прийти домой. Господи, какие они смешные. Девочка, страдающая Аллопецией, впервые увидела себя другой. Парик для юной красавицы сделала девушка по имени Тиффани, у которой такое же заболевание. Она открыла свой салон, чтобы помочь страдающим от выпадения волос быть уверенными в себе. Но самое главное, что Тиффани абсолютно бесплатно делает парики детям в возрасте от 8 до 17 лет. Вот такая вот она. Молодец, большое спасибо. Ну и последняя хорошая новость на сегодня. Коммунальщики спасли кота, провалившегося в вентиляционную шахту. Жалобное мяуканье слышал весь подъезд многоквартирного дома. Сотрудники управляющей компании определили шахту, а затем нашли квартиру, напротив которой оказался котик. Жильцы разрешили снять унитаз, плитку и продолбить дыру в стене. И после трехчасовой спасательной операции шахта наконец-то показалась серая мордочка, котик не пострадал. И самое главное, что с ним все в порядке. Всем, кто принимал в этом участие, большое спасибо. Ну вот такие вот они, котики, все время куда-то залезут. Все равно мы их любим. На этой прекрасной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск новостей. И поверьте, с каждым днем становится все сложнее и веселее в кавычках, да? Но несмотря ни на что, друзья, я все равно буду напоминать о том, что остаться человеком, это в первую очередь важно для каждого из нас. Я понимаю, что очень трудно, я понимаю, что очень сложно с этим всем справляться. Но по-другому не бывает. Вы плескиваете свои эмоции, выплескиваете все это негатив, не копите это все в себе. Только, пожалуйста, не на меня, потому что мне это все не нужно, а то я вам в ответку швырну, потом будет обидно, понимаете? Вы тоже не думайте, что я там, знаете, вежливо культурный, но я, извините, иногда могу так же ответить, понимаете? Я всегда стараюсь с людьми так же, как они ко мне, хотя я все равно стараюсь лучше, но иногда люди себя ведут неадекватно. Поэтому не удивляйтесь, как говорится, какой привет такой ответ. Если вы думаете, что я не могу дать по зубам, то очень даже могу. Я могу так дать по зубам, что от них ничего не останется. Поэтому не нужно меня драконить. Я добрый человек, пока меня не выбесит. Но я могу вас одним сообщением очень сильно обидеть. Но я не хочу этого делать, поэтому, пожалуйста, не нарывайтесь и не провоцируйте меня. Пожалуйста. Я вас очень прошу, потому что мои нервы тоже на пределе. А будете себя так плохо вести, будете огребать по зубам. По-другому никак сегодня, видимо, не получается. Я всегда стараюсь по-хорошему с людьми. Но, видимо, приходят люди, как приходят, они здесь постоянные, которым все не доходит и не доходит. Если вы здесь ищете в чем-то виноватого человека, вы ошиблись адресом. Идите к своим президентам, ищите их там. Я здесь ни при чем. Я вообще здесь про другое. В общем, друзья, держите себя в руках, пожалуйста. Как бы это сложно ни было. Потому что если мы еще начнем друг на друга кидаться, то к чему мы вообще в итоге придем? Ни к чему хорошему точно. Мы и так как бы живем в аду. Зачем еще это все хуже и хуже уделать? Зачем это все и так усложнять и без того сложный период, который мы должны пройти? И мы пройдем его. Мы со всем справимся. Но помните, что я добрый и милый человек. До того момента, пока меня не тронуть. Тронете меня, потом не обижайтесь. Я вас предупредил. Всем всего самого хорошего. Самое главное, чтобы все были здоровы. Остаемся людьми. До завтра. Надеюсь, что до завтра. Пока-пока.